Приветствую вас, перво-наперво хотелось бы сказать, что диагнозы по интернету никто не ставит. Ну, просто потому что для этого нужно личное общение, для этого нужен личный осмотр, для этого нужно непосредственно с человеком разговаривать, и для этого нужно непосредственно воспринимать информацию от него. Задать ему ряд вопросов, пообщаться с ним, может быть не один раз, если по интернету. Так вот, диагнозы и ставят. Вот, исходя из того, что вы написали, если прямо, прямо вот, чётко отвечать на ваш вопрос, да, то есть кому, куда его ввести на проверку, то я бы сказал так. Так, сперва к психологу, потому что психолог это всё-таки такая самая демократичная, самая лёгкая стадия. Психолог уже скажет, что с ним. Соответственно, если психолог увидит признаки заболевания, нарушение коммуникационного процесса, то я полагаю, что можно будет обратиться к психотерапевту. А психотерапевт это, по сути, человек, который работает с бессознательным. Я не знаю, к сожалению, где вы живёте, я не знаю, к сожалению, в каком месте вы находитесь, но к психиатру вам лучше не идти. Назначают таблетки, препараты, вот, по крайней мере, в России, если вы в России, это практикуют. Достаточно сильно, достаточно много, вот. Назначают таблетки, препараты и, в принципе, больше ничего не происходит. И, соответственно, вот такой у вас план действий. Приваг к психологу, вместе с ним. То есть, лучше, чтобы он пошёл с сестрой. С сестрой ему будет лучше. Вот, впервые психолог поговорит с сестрой, потому что она непосредственно с ним живёт. А потом психолог поговорит с ним. Выскажет, ну, как бы, выскажет определённые мысли. Вот. И дальше уже можно будет что-то делать. И дальше будут уже даны рекомендации. Если вы хотите всё грамотно сделать, то лучше идти вот так. Ага, теперь, что касается вашего текста. А вы говорите, у меня есть подруга. Кто вы ей? То есть, что значит подруга? Вы её друг? Вы её парень? Ааа, у сестры есть брат. То есть, у подруги вашей есть брат. Ему тридцать плюс, и он полный долдон пищевы. И вот здесь мне сразу очень не понравилось, как вы назвали человека, потому что это обесценивание. Обесценивание и принижение личности. То есть, это, по сути, отношение такое, что вы в плюс, то есть, с вами всё в порядке, с ним нет. При таком отношении, даже если брат будет работать с психологом, ему будет сложно взаимодействовать с... Лами, сложно будет поверить в себя, сложно будет как-то изменить свою модель поведения, потому что он элементарно в себя не верит. Он не верит в себя и боится пробовать. Пока что, пока что, исходя из того, что я увидел, все напоминает то, что ему проще улыбаться, ему проще выглядеть дурачком, чем что-то делать, потому что он в себя не уверит. Ага, значит, абсолютно ничего не хочет, ничем не интересуется, даже женщинами. Полное подавление желаний, полное подавление желаний человека, это, в общем-то, да, может быть депрессия, а может быть это просто быт. То есть депрессия, это когда человек всё-таки сомневается в том... Сомневается в том, что это правильно, как он живёт. Без чувств, без эмоций, без желаний. А здесь такое впечатление, что человек на полную силу считает, что он не достоин. Не достоин женщины, не достоин там чего-то ещё, даже работы не достоин, не достоин. Понимаете? Ну, это я как психолог вижу, да? Ничего ему не интересно и, похоже, никогда не было интересно. Но это вот связано именно с тем, что подавляли в нём это. Орещались за него. Как правильно сказал мой коллега Александр Анатолий, то есть Анатолий Михайлович. Тем не менее, высшее образование получил, институт стали из плавов не самый лёгкий. Так решили родители, так там была военная кафедра, но её упразднили процентом. Ну вот, понимаете, да? Решили родители. То есть, скорее всего, опять же, как сказал Анатолий Михайлович, всё решали за него. И решали за него всё не в позитивном ключе. То есть, ты можешь делать что хочешь, а мы решим все твои проблемы. Как это происходит у мажоров, у богатеньких детей, да? У таких вот извалованных, капризных, наглых людей. То есть, это такое попустительство. А это именно подавление, контроль. Вот. То есть, возможно, в детстве там что-то и было, да? Какое-то отклонение, возможно, было в детстве. Задедочка какая-то была. Вот. Может, это может быть просто задорможенность, или это может быть просто пониженный, там, допустим, интеллект, или, там, замедленные, замедленные реакции. Вот. Но родители, вместо того, чтобы ребёнка развивать, они его подавляли. Вот. Дальше. А, права, права получил, да? Хотел я его, сестра и я. А это здесь при чём? Какое вам дело для него? Знаете, вот такое впечатление, что все-все-всего для него хотят. То есть, все всё для него хотят. И никто не спрашивает о нём. Никто не спрашивает о том, чего хочет он. Вот. И это вообще вот настолько, видимо, въелось в его сознание, что он так привыкнет. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, психотерапевт нужен. Я так думаю. Дальше. Его, он боится всего. Страх, это страх наказания. Это страх наказания. Значит, что мы от него хотим? Чтобы он на 10-20 тысяч рублей повысил себе зарплату и был финансово независимым от стресса. Я думаю, что он не хочет брать него. Ну, для начала, то, что вы от него хотите, в общем-то, не имеет значения. Потому что даже при зарплате в 40-50-60 тысяч, он, скорее всего, будет финансово зависим от сестры. Потому что зависимость здесь не финансово, а зависимость здесь психологическая, эмоциональная зависимость. И независимости можно добиться уже сейчас, если изменить своё поведение. Если полностью изменить своё поведение. Ну, не хотя бы постепенно. Как? Это нужно обсуждать с сестрой, потому что она непосредственно с ним живёт. А не сдаст, что он повысит себе доход и станет благодаря этому независимым. Не нужно питать иллюзии на этот счёт. Для этого ему нужно изучить что-то новое. Совсем не обязательно. Для этого нужно желание, а с этим, ну, никак. Не совсем, правильно. Для этого нужно не желание, а мотив, стимул. Стимула ему никто не даёт. Помимо того, чтобы вы хотите от него, чтобы он что-то делал. Но зачем ему что-то делать, если у него уже сейчас всё есть? Зачем ему что-то делать, если уже сейчас его всё устраивает? Всё делает очень медленно, а по выходным никуда не ходит. Вот то, что делает медленно, это нужно подробнее изучать. Скажешь, что это сделал, сделает, но инициативу не проявляет, проще сделать самому. Правильно? Потому что привык, что всё делает за него. Например, сказал весь дневник писать каждый день по 10 минут. А зачем? Для чего? Для чего писать? Какая цель у этого? Он ввёл его чётко по 10 минут, обрывал на полусловие, а я не успел записать. Ну это вот, это вот знаете, сценарий такой есть, жизненный, описанный в психологии, означает не думай. Не думай, я всё сделаю за тебя сам. Вот. Ага, сестра говорит, он всегда был такой, ничего странного не замечал. Ну, правильно, правильно, родители его так воспитывали, да. Кхм-кхм-кхм. Вообще он как пришибленный, правильно, подавленный. Говорит тихо и неуверенно. Ну, опять же, правильно. Спросят что? Улыбиться, надо хмурить, хмурить брови и думать. Так запрет на это. Что бы ни думал, что бы ни сказал, всё равно будет неправильно. Так и смысл? А улыбаешься, так и не воспринимают серьёзь и не наказывают. Ага, куда нам идти на проверку? Значит, я сказал, да, в зависимости от состояния, либо сприва к психологу, потом к психотерапевту. Так, значит, я совершенно здоров, не сомневаюсь. Страживаю с братом в съёмной квартире уже несколько лет. Как ни странно, но это выбор сыстры, в первую очередь. И жить в съёмной квартире можно по-разному. Вот о чём я говорю, что можно вполне себе скорректировать поведение сестры, чтобы она не активностью, а пассивностью стимулировала своего брата на какие-то действия. Вот. Если он здоровый человек, реакция последует. Если нет, значит его действительно нужно психотерапевту. Так, брат на свои не может снимать и жить отдельно. Это, опять же, то, что он не может снимать и жить отдельно, это, опять же, позиция. Потому что ты ни на что не способен, ты ничего не можешь. Ему нужна поддержка. Ему нужен длительный, длительный, возможно, срок, так сказать. Без инициативности со всех, со всех сторон. Вот. Ему нужно постепенно столкнуться с ответственностью за себя. Чего у него не было никогда. Всё делали за него. Всё решали за него. Тридцать плюс лет человеку. Так. На вопрос, чтобы он что-то делал, он отвечает, как-нибудь всё образуется. Правильно. Само собой. Без его участия. Я живу с мамой. К чему бы это? Меня это в целом устраивало, но время идёт, и надо уже что-то решать. А вам какое до этого дело всего? У сестры скоро появится своя отдельная жилплощадь, и она хотела бы устроить свою личную жизнь. Так это подруга или сестра? Кто кому кто, я уже как-то вот непонятно. Для этого брату нужно увеличить зарплату. Нет. Нет, нет. Нет. Не нудно. Не нудно. Зарплот увеличивать не нудно, на самом деле. Ему нужно столкнуться с последствиями своих действий. А до тех пор, пока все его опекаете, ничего не будет. Вот видите, опять, вы всё решаете за него. У него сейчас ждёт уже несколько лет, слёт обезимен на какая точка ру и безрезультатно. И будет слать безрезультатно, пока не будет мотива. Не может сделать, не может сделать в силу психофизиологических особенностей. Это каких особенностей психофизиологических? Я пока увидел только одну особенность, что он всё делает медленно. Вот. И всё. Это единственная психофизиологическая особенность, которую я заметил. И причины её нужно выяснять. Я хочу узнать, как эти особенности называются, зачем вам это? И можно ли с ними что-то сделать? Почти всё можно купировать, почти всё можно компенсировать. Если мы больные, всё понятно. Если здоров, мы просто такой будем думать, что делать. Как вы себе представляете диагноз по интернету? Вот скажите. Как? Без общения, без анамнеза, без диалога с сестрой, с ним. Как? Вы себе это представляете? Интересно было бы узнать на самом деле. На этом всё. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Депрессия здесь, мне кажется, не подходит. У вашего брата не депрессия. У вашего брата совсем другое, на мой взгляд. Вот. Потому что депрессия проявляется немножко в ином. Есть у вашего брата, то есть у брата вашей подруги. Есть, конечно, страхи, есть фобии. Вот. Но всё это лишь для того, чтобы поддержать определённую гармонию в том, что происходит. То есть вы подумайте сами, вот просто подумайте, какую выгоду получает брат от всего этого. Подумайте. Получает ли он какую-то выгоду для себя. Просто, просто подумайте. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи. Продолжение следует...